Всё началось в далёком 1941 году. Тогда это была 32-я стрелковая дивизия, которая сразу после создания встала на защиту родины от фашизма, прошла с боями от Москвы до Балтийского моря. И сейчас уссурийцы продолжают помнить подвиги своих отцов и дедов. Своё почтение героям ветераны, офицеры и почётные гости из администрации и думы округа выразили на Аллее Славы. Он важен не только для нашего города, а вообще для всей страны, для России. Почему? Потому что этот праздник, он олицетворяет мощь и силу нашей армии. А Пятая армия, она была и есть, я уверен, что и будет лучшей армией в Российской Федерации. Знаменательным для Пятой армии стал 1968 год. Тогда подразделение получило Орден Красного Знамени. И через год подтвердило этот почётный титул в боях у острова Даманский. 219 бойцов удостоены орденов и медалей. История Пятой общевойсковой Краснознамённой армии – это судьбы сотен тысяч воинов. 117 командиров и бойцов удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В рядах армии громили врага такие талантливые военачальники, как маршалы Советского Союза Говоров, Крылов, прославленные генералы Лилюшенко, Федюнинский и многие другие. За семь десятилетий своего существования подразделение подтверждает почётное звание, защищая дальневосточные рубежи. Стратегические командно-штабные учения «Восток-2014» показали боеспособность Приморской армии. Хочу поздравить вас сейчас, конечно, с успешным прохождением учений. Вы не только самая большая армия, но я считаю, что и самая лучшая, и самая сильная армия в нашей стране. А с другими странами, я думаю, даже сравнить её бесполезно. В ряду ценных подарков от почётных гостей – презент особого свойства. Икону с изображением Иисуса Христа преподнёс отец Григорий. Чтобы одержать победу, военные должны иметь непоколебённый дух, решимость, сознание того, что я делал правый. В этот праздничный день приятным подарком для некоторых стало повышение званий. Те, кто показал особые старания и успехи в службе, стали обладателями ценных подарков, почётных грамот и благодарностей. Анна Клыга, Анатолий Молчанов, Телемикс.